На Беларусь 4 программа де-факто. Мы подводим итоги недели, вспоминаем самые громкие происшествия и чрезвычайные ситуации. В студии Александр Гамоля. Здравствуйте. Приговор суров, вердикт Фемиды, 9 лет лишения свободы для грабителей, которые после налета оставили умирать пенсионерку. Схрон разносортного оружия. Находка в Брагинском районе вызвала разногласия у экспертов по поводу ее происхождения. Позвонят, не позвонят. Неожиданный эффект социального эксперимента. О том сообщают и белорусы в милицию, когда видят нетрезвых водителей. Репортаж Алексея Немкевича. Туда не ходи, сюда ходи. Какие переходы безопасны, а на каких нужно бежать бегом. О проблемных зонах на дорогах и ПДД поговорим с экспертом. А также опасные маневры и парикмахерская для лесоруба. Самые интересные кадры в рубрике «Я очевидец». Оставайтесь на канале. И начнем выпуск с обзора криминальных событий и происшествий за последние 7 дней. В центре внимания наших корреспондентов оказались самые нашумевшие факты и чрезвычайная ситуация. Пулеметы Дегтярева, винтовки Мосина, ППШ, станковые и авиационные пулеметы Максим, противотанковые оружия. При благоустройстве территории Брагинской спортшколы рабочие нашли склад оружия. Всего было обнаружено 255 стволов времен Великой Отечественной. Опасности находка не представляла, оружие не было заряжено. По одной из версий, найденное изъяли у населения еще в конце войны. На этой территории располагался военкомат. В Гомеле на улице Барыкина 69-летний водитель на пешеходном переходе совершил наезд на 58-летнего мужчину. Пешеход получил телесное повреждение и был доставлен в травматологическое отделение Гомельской областной клинической больницы. На следующий день в Речице похожее ДТП произошло на улице Трифонова. 30-летняя женщина-пешеход также была госпитализирована. А в Петриковском районе водитель на тракторе с прицепом совершил столкновение с автомобилем «Шевроле Нива». Водитель легковушки получил телесное повреждение, но после осмотра и оказания медицинской помощи был отпущен домой. Неприятный инцидент для водителя иномарки произошел в Гомеле на улице Владимирова. На припаркованный Ниссан с проезжающего мимо Зила упал огромный станок. К счастью, в момент ЧП машина была пуста и никто из людей не пострадал. Суд Ветковского района вынес приговор грабителям, которые в деревне Светиловичи напали на пенсионерку в ее доме. До суда женщина не дожила. Она провела в доме при температуре 7 градусов тепла ночь, пока ее не нашла соседка. На скаме подсудимых оказались 4 человека, трое мужчин и одна женщина. По версии следствия, они проникли в дом пожилой сельчанки и сбили ее. Угрожая дальнейшей расправой, забрали все деньги. Чтобы замести следы и скрыться, уехали за пределы страны. Вердикт Фемиды – 9 лет лишения свободы. В подмосковном Риутове решается вопрос об экстрадиции мозорского живодера в Беларусь. Напомним, на минувших выходных российская полиция опубликовала кадры задержания жителя Мозыря, который издевался над животными. Процесс жестокого обращения он записал на камеру, после чего выкладывал видео в интернет. Мужчина нашли в Риутове. Он задержан, проводятся следственные действия. По российским законам ему грозит 5 лет тюрьмы. Будет ли живодер передан белорусским правоохранителям, станет известно позже. Но учитывая, что российская сторона зайла на мужчину собственное уголовное дело, депортация может отложиться. Группа Гомельской областной инспекции охраны природного и растительного мира задержала браконьера на затоне реки Сош вблизи деревни Карповка Лоевского района. Им оказался гомельчанин, ранее не привлекавшийся к ответственности за запрещенные способы рыболовства. На момент задержания он орудовал сразу тремя сетями, общая длина которых составила 100 метров. Сумма компенсации вреда составит более 6000 рублей. Возбуждено уголовное дело. На следующей неделе синоптики обещают приход настоящей осени со значительным понижением температуры воздуха и обильными дождями. Жители частного сектора уже зажигают газовые котлы и начинают топить печи. О том, насколько подготовились домовладельцы к холодам и кто по-прежнему живет, как на пороховой бочке, узнавали наши корреспонденты. В рейд по частному сектору железнодорожного района мы отправились со спасателями. Начало отопительного сезона всегда жаркая пора для МЧС. Необходимо проверить, устранены ли выявлены в ходе предыдущих проверок недостатки и еще раз напомнить жильцам о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в быту. Добрый день. У нас в преддверии пожароопасного периода наступление холодово. Да, понимаем. Смотрим телевизор. Нет, нет. Да, да, да. Совершенно верно. Знакомый с этим. Поэтому, значит, как раз-таки ваш адрес попал в списки. Как всегда. Обследуем, смотрим, какие у вас мероприятия по части обеспечения пожарной безопасности. Извещатели стоят. Извещатели стоят, работают. Даже некоторые пищат, нервничают. Они у вас стоят на кухне? На кухне вот здесь стоит тоже извещатель. И в комнате, да. В этом году смотровыми комиссиями в области было проверено свыше 126 тысяч домовладений граждан. Выявлено более 2000 нарушений, 93% из которых уже устранены. Такой результат был достигнут благодаря комплексному подходу в решении проблемы. Кому-то достаточно было указать на нарушение, у кого-то дело сдвинулось с мертвой точки только под угрозой административного наказания. Некоторым оказали помощь предприятия. Но мало отремонтировать печку, чтобы избежать беды. Необходимо постоянно следить за ее безопасным состоянием и знать, как правильно ее зимой топить. Из практики расследования причин пожаров, происшедших в зимний период в частных жилых домах, наиболее распространенные причинами пожаров являются нарушение эксплуатации печей в виде перекала печей, либо их неисправности в виде нарушения нормируемых показателей разделок, отступок, а также трещин в корпусах печей. На долю печных приходится 17% от общего количества всех пожаров, произошедших в этом году. В абсолютных величинах это 6 возгораний, возникших из-за нарушения устройства, и 62 по причине неправильной эксплуатации печного отопления. В областном управлении МЧС отмечают, что по сравнению с прошлым годом количество пожаров из-за перекала увеличилось почти на четверть. Поэтому сейчас необходимо делать упор на разъяснительную работу. Когда будете топить зимой, не допускайте перекала печи. Да это понятно. Все. Мы нагреваем для того, чтобы согреться, для того, чтобы... Молодцы. Очень приятно. Хорошо. Помимо наставлений жильцам вручаются памятки, календарики с номерами телефонов службы спасения и другая наглядная продукция. Спасатели надеются, что это послужит лишним напоминанием о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в быту. В основном жильцы понимают важность соблюдения правил пожарной безопасности. Печи побелены, отремонтированы. Но все-таки встречаются нарушения. Поэтому хотелось бы владельцам частных домовладений напомнить, что перед началом отопительного сезона необходимо очистить дымоходы от сажи, заделать трещины, побелить. Чердачное помещение следует также очистить от мусора. Перед дверцей печи необходимо прибить металлический притопочный лист. Дверцы топливника осмотреть необходимо. При необходимости нужно его закрепить. И, конечно, не забывая, чтобы избежать перекала печи, рекомендуется топить ее 2-3 раза в день. За 2 часа до отхода ко сну топку печи следует прекратить. Пьяная за рулем. Международная проблема и Беларуси здесь не исключение. На дорогах нашей страны гибнут люди в результате ДТП по вине нетрезвых водителей. Во время эксперимента, проведенного в Гомеле, сотрудники ГАИ, наша съемочная группа, решили выяснить, готовы ли случайные прохожие остановить пьяного человека, решившего сесть за руль. Подробности в репортаже Алексея Немкевича. Местом проведения эксперимента стала парковка возле одного из торговых центров города. На глазах у десятков людей, которые пришли за покупками, нетрезвый мужчина садился за руль автомобиля, заводил двигатель и всячески показывал стремление продолжить свое путешествие. Чтобы привлечь внимание, он включил музыку и стал демонстративно распивать алкоголь. Покупатели и просто прохожие видели нетрезвого, но ничего не предпринимали. Водители, которые парковали свои машины рядом, также бездействовали. Многие говорили, что просто не заметили. Понимаете, целевым назначением вперед, подъехал и сразу пошел туда в магазин. Я не видел, но, честно, словно видел. Ну, состояние алкогольного опьянения я не заметил. Он спросил зажигалку, конкретно какой напиток у него был и какой он распивал, я не видел. Не обратил внимания просто. За время съемки не поступило ни одного звонка с предупреждением о потенциальной поездке такого водителя и в ГАИ. Обратиться можно было и напрямую к госинспекторам, которые дежурили буквально в 100 метрах от места событий. Такой результат эксперимента удивил не только сотрудников ДПС, но и актера театра, сыгравшего пьяного за рулем. Пил пиво просто тут, конечно, понарошку не на самом деле. Шатался, как мог, ставил, как положено, банки наверх, на капот, на крышу с пивом. Музыка тут шатался, разливал пиво возле машины, насвинячил, как положено, как подобает любому в пьяном состоянии насвинячись. Вот, в общем-то, наверное, видел меня, ну, может, человек 40, так суммарно. Реакции ноль. Возможно, для реакции необходимо было и вовсе полубессознательное состояние актера. Например, как в эпизоде на проспекте Космонавтов. Там проезжую часть на Четвереньках переползал мужчина. Однако и в этом случае пешехода просто пропускали. О его состоянии в милицию никто не сообщил. Я нахожусь на АГСК улице Лепешинского. А вот оперативные кадры преследования очередного пьяного за рулем. Водитель, пытаясь избежать наказания, решил оторваться в гаражном кооперативе на Лепешинского. Долго уходить от погони мужчина не смог и был задержан. Отметим, что гараж далеко не самое уникальное место, в котором пытаются скрыться такие водители. Этот мусорный контейнер на улице Осипова. Мужчина из Ельского района предпочел салону своей Ауди. Водитель пьяный скрывался от сотрудников ГАИ по всему городу и здесь решил спрятаться. Однако его быстро нашли. Согласно статистике ГАИ, на дорогах области с начала года было задержано 2311 водителей. Из них за последний месяц 343. Отметим, что самыми пьяными, как правило, считаются именно летние месяцы. Например, в июле количество попавшихся автолюбителей под шофе составило 380 человек. К слову, опьянением в нашей стране с 2014 года законодательно считается содержание алкоголя в крови от 0,3 промилле. Для человека средней комплекции это полбутылки пива, 30 граммов водки или 80 граммов вина. Некоторые считают, что такой объем спиртного никак не влияет на их поведение за рулем. Ведь внешне это практически незаметно. Объективно, может быть, и не видно этого. С другой стороны, при инструментальном исследовании мы видим значительное замедление реакции. А если мы говорим о том, что это водитель, то это может стоить кому-то здоровья и жизни. Кстати, мнение, что выпитую банку пива уже через час не покажет никакой алкотестер, ошибочно. Этот миф выгодно поддерживать производителям пивоваренных компаний и производителям другой слабоалкогольной продукции. Чем ниже градус употребляемого напитка, тем дольше он держится в организме. Если мы говорим, допустим, о 70-градусном спирте, то рюмка спирта может бесследно исчезнуть через 2,5-3 часа. Но если мы говорим о том, что это было 100 грамм пива, то оно пройдет часов через 6, наверное. Алексей Немкевич, Евгений Макеенко, Сергей Лукашук. Специально для программы «Дефакто». От сознательности водителей добросовестного соблюдения правил зависят жизни участников дорожного движения. Недаром в ГАИ говорят, что ПДД пишутся кровью. То есть на печальном опыте и примерах, которые мы называем трагедиями, автокатастрофами, роковыми случайностями. О том, как не сыграть в таких историях главную роль, какие меры сегодня применяются к любителям ездить под шофе, и почему в регионе растет статистика наездов на пешеходов. Поговорим с начальником межрайонного отдела ГАИ Управления внутренних дел Гомельского облсполкома Николаем Кухаренко. Николай Петрович, здравствуйте. Здравствуйте. Николай Петрович, это каков же портрет человека, который регулярно садится за руль в нетрезвом виде? Сложный вопрос, конечно. Я думаю, не каждый даже специалист в области психологии сможет ответить на этот вопрос, потому что категория участников дорожного движения, которые пренебрегают правилами дорожного движения и дают возможность сесть за руль в состоянии алкогольного пьяни, различная. Это от 18 лет до пенсионного возраста. Давайте поговорим о том, когда люди повторно садятся, и часто это происходит, и их просто тянет. Вот только человек выпил, и хочется ему сесть за руль. Да, с каждым таким правонарушителем мы, конечно, беседуем, устанавливаем причины и условия, которые способствовали совершению данного правонарушения. Как правило, пытаются люди, водители, каким-то образом объяснить эту причину. Но мы с вами понимаем, телезрители понимают, что никаких объяснений этому проступку быть просто-напросто не может. Потому что водитель, он должен осознавать, что все за руль в состоянии алкогольного пьянения, он не только подвергает опасности свою жизнь, но и жизнь окружающих и иных участников дорожного движения. Поэтому как бы охарактеризовать данную категорию, я могу сказать, что это безответственные люди, и в некоторой степени невоспитанные, потому что, ну, рискуют, рискуют, рискуют своим положением. Я бы сказал, чрезмерно эгоистичные, которые даже не заботятся не только о себе, но и о жизни остальных участников дорожного движения. Это реально угроза безопасности дорожного движения, которую они создают окружающим. Как инспекторы вправе наказать таких правонарушителей? Хочу сказать, что в мере вот этих административного кодекса и уголовного кодекса на территории Республики Беларусь это одни из самых жестких мер, которые мы принимаем к водителям. Если человек впервые сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, предусмотрен штраф от 50 базовых до 100, либо с лишением права управления сроком на 3 года. А в денежном выражении это сколько? Это 1225 рублей минимальный штраф и 2445 рублей максимальный. Ощущается? Ощущается, конечно. Если уже гражданин сел повторно за руль в состоянии алкогольного опьянения, тут наступает уголовная ответственность. По уголовной ответственности предусмотрено арест до 6 месяцев, либо лишение свободы сроком до 2 лет. И хотелось бы обратить внимание водителей, наших телезрителей, предусмотрена обязательная конфискация транспортного средства, независимо от формы собственности этого автомобиля. Вне зависимости, кому он принадлежит, конфискация будет обязательна. Это значит, что если водитель, владелец, передал право управления своему знакомому, тот сел за руль в пьяном виде, то автомобиль, особенно повторно, да? Да, да. Автомобиль будет конфискован. Будет конфискован и продан доходы государства. Скажите, были ли случаи в этом году, когда по вине нетрезвых водителей пострадали пешеходы? Нет, таких у нас дорожно-транспортных в этом году не зарегистрировано. Но, тем не менее, всего у нас в областном центре в нашем совершено в этом году 37 ДТП с участием пешеходов. 5 пешеходов погибло, 32 получили ранения. Хотелось бы обратить внимание, что всего погибших на территории города Гомеля, это 7 участников дорожного движения. Всего. Из 7, как видим, 5 пешеходов. Поэтому основная проблема, это, конечно, пешеходный травматизм. По каким причинам это происходит? Виноваты водители, пешеходы. Из-за чего все это? Вот из 5 погибших пешеходов в одном только случае был виноват пешеход. В 4 случаях вина водителя. И происходило это как право на пешеходных переходах, либо вне территории? Один случай был вне пешеходного перехода, а 4 случая, которые погибли пешеходы, были на пешеходных переходах. То есть стоит сейчас говорить о культуре вождения водителей и внимательности их по отношению к пешим участникам дорожного движения? Конечно, конечно. Есть правила дорожного движения. К сожалению, игнорируют эти правила как водители, так и пешеходы. Я напомню нашим телезрителям, что для водителей перед пешеходным переходом водитель обязан снизить скорость и при наличии пешехода уступить ему дорогу, предоставить преимущество в движении. Для пешеходов также есть правила дорожного движения, которые, к сожалению, они забывают. Я напомню, это пункт 7.2, 17.2 ПДД, который говорит о том, что при движении по пешеходному переходу, перед началом движения по пешеходному переходу, неважно, обозначен, не обозначен пешеходный переход, пешеход обязан убедиться в безопасности своего выхода на проезжую часть. Только после того, как пешеход убедился в безопасности выхода на проезжую часть, он имеет право вступить на пешеходный переход и перейти в проезжую часть. Только в этом случае. Николай Петрович, а если у нас в городе Гомеля проблемные пешеходные переходы, где такие происшествия случаются чаще? Да, это надо обратить внимание на улицу Советская, Борикино, проспект Речерский, улица Полесская, где у нас обычно, к сожалению, происходят дорожно-транспортные происшествия. И в этом году их совершено немало. По пешеходным переходам я хотел бы обратить внимание наших телезрителей на пешеходный переход вблизи дома номер 131 по улице Советская. Это остановка гидропривода. По улице проспект Речерский, дом 31. Там также есть автобусная остановка, где пешеходный переход небезопасен для участников дорожного движения. Дети тоже те участники дорожного движения, которым повышенное внимание со стороны госавтоинспекции. Какова статистика происшествий с участием детьми в этом году? В этом году у нас совершено 8 дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Погибших у нас детей не допущено, не совершено с участием ДТП, где ребенок погиб. 8 детей ранено. Какие основные причины ДТП с участием детей? Это, конечно, выход ребенка на проезжую часть без сопровождения взрослого. То есть ребенок полностью не может и не осознает опасность своего поведения. Это, как правило, шалость ребенка, игры, выходят на проезжую часть и, к сожалению, попадают под автомобиль. Вторая категория участников дорожного движения, где пострадали дети, это дворовая территория. Спальные районы нашего города, игровая площадка. К сожалению, дети играют, не задумываются об этом и из-за стоящего транспорта выскакивают на проезжую часть, где попадают под колеса. Ну и третья категория – это детские, водители, которые не используют детский удерживающий крес. Я знаю, что только за последние 10 было как минимум 2 таких происшествия, где дети не то чтобы в детских удерживающих устройствах находились, они вообще ехали непристегнутыми ремнями безопасности. Даже непристегнутыми, да. И в данных случаях дети и пострадали в ДТП. Вроде бы буквально мелкое дорожно-транспортное происшествие, которое причинено механическим повреждением. Взрослые не пострадали, но дети, к сожалению, пострадали. Что бы вы могли сказать в защиту использования автокресел и детских удерживающих устройств? Ну тут сами водители и родители должны понимать, не зря законодатель нашей Республики Беларусь ввел в правила дорожного движения обязательное использование до 5 лет детских удерживающих крес. А если ребенок до 12 лет, то либо детское удерживающее кресло, либо бустер, либо подушка для сидения. Если ребенок ростом выше 150 см, то возможно ребенка перевозить без кресла, без бустера и так далее. Но обязательно ребенок должен быть пристегнут ремнем безопасности. Все это связано с тем, что я вот этот пример один приведу. Проводили испытания, опыты проводили и так далее. И вот при движении автомобиля со скоростью примерно 70-80 км и при лобовом столкновении, либо столкновении о препятствии, ни одно, ни один водитель, ни один взрослый человек, несмотря на него физические данные и так далее, не сможет удержать ребенка в руках. То есть ребенок из автомобиля вылетает со скоростью примерно пулей, с учетом его габаритов, роста и так далее. Поэтому, конечно, это важный момент и не использовать детское удерживающее кресло, перевозя своего же родного ребенка, я этого не понимаю. Спасибо вам за совет и конструктивный разговор. Ну а телезрителям напомню, что в студии программы «Де-факто» вместе с начальником межрайонного отдела ГАИ Управления внутренних дел Гомельского обл. исполкома Николаем Кухаренко мы обсуждали вопросы безопасности дорожного движения. Далее в программе рубрика «Я очевидец». Наши корреспонденты подготовили для вас самые зрелищные кадры, происшествия и забавных видео со всего мира. Прыжок по-каскадерски. Практически смертельный трюк исполнил водитель из графства Норфолк в Англии, когда не заметил кольцевую развязку. Поворачивать было поздно, и мужчина поехал напрямик. Ограждение сыграло роль трамплина, так что взлетел англичанин эффектно. Чего не скажешь о приземлении. Авто разбито, но у водителя только ушибы. Опасный обгон продемонстрировали в России любители езды на квадроциклах. На этом видео запечатлено тройное опережение по встречной полосе, которая закончилась серьезным столкновением. Водитель квадроцикла остался жив, хотя от смерти был на волоске. Пример тому, как не стоит рисковать и нарушать правила ради острых ощущений. В Минске после столкновения на перекрестке мужчина на своем легковом автомобиле заехал прямиком в подземный переход метро. Случилось это на проспекте Независимости, который пересекает улица Сурганова. Водитель автомобиля Мазда поехал на красный, столкнулся с Ладо Вестой, выскочил на тротуар, чудом не задел пешеходов и словно в гараж заехал в подземный переход станции метро Академия Наук. Оказалось, что у него богатый послужной список нарушений. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Кадры из Техаса, где офицер полиции за секунду до столкновения успел увезти водителя в сторону. Все произошло в считанные секунды. Пикап занесло и он прямиком направился на застрявший в кювете автомобиль. Полисмен и водитель легковушки успели сделать ноги. Промедлили хотя бы секунду и могли оказаться в автомобильных тисках. Бразильские спасатели доказали всему миру, что они настоящие профессионалы. На днях они спасли мужчину, который пытался спрыгнуть с балкона, чтобы свести счеты с жизнью. Пока одни сотрудники службы спасения заговаривали ему зубы, снизу другие с верхних этажей подготовились к спуску на веревках. Получилось красиво, а главное результативно. Мужчину толкнули на балкон сходу. Наверняка неприятно, но зато спасли человеку жизнь или избавили от инвалидного кресла. Что делать, если стройплощадка вдали от парикмахерской? Правильно, подстричься бензопилой. Что и сделали двое очень брутальных рабочих во время обеденного перерыва. Один по мазкам для бритья намазал себе волосы, а другой аккуратно их сострик. При этом звуки работающей бензопилы нисколько не смутили клиенты экстремальной парикмахерской. Прическа получилась что надо. На сегодня все. Увидимся через неделю в это же время на Беларусь 4. Берегите себя. Продолжение следует...